МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАП ДАУГИУ МУЗИКИ МОЗГОВОД ВЫШИБАТЕЛЬ Ну давай, подлюч, излагай свою точку зрения. Видите, сколько раз говорил, сука, какой подливыч, а? Приветствую вас, молодец, джентльмены и другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и АК-12. Пушка буквально ожила с обновлением Варфейс. Улучшенный ТТХ, моды, повышенный множитель по губам. Всем этим теперь мы можем наслаждаться. Легенда восстала. Ладно, отставить лирику, давайте по делу. Ходят споры при сравнении Калаша и Кьюби-Зет. А что ты скажешь на этот счет? Тут, Капитан, очевидная ситуация вообще неоднозначная. Многие ожидали, что Калашик будет куда хуже, нежели Кьюби-Зет. Однако ситуация вовсе не такая, друзья. Если посмотреть на сухие ТТХ, то Калашик Кьюби-Зет-то уделывает. Множители даже лучше, темп лучше. Все, сука, чуть-чуть на кропалик, но лучше у Калаша. Однако надо понимать, что ТТХ это хорошо. Однако если нет существенного перевеса, то говорить, что одна пушка лучше другой, пока что не стоит. Все-таки у Кьюби-Зет есть два, прямо скажем, таких крепких аргумента. Это глушак ее уникальный, а второе, это, конечно же, подствол. И вот тут, к сожалению, 12-й Калашик ничем подобным похвастаться не может. Родной его глушак очень сильно режет его свойства, в общем-то, дистанцию. Ну а что такое подствольный гранатомет, Калашников 12-й и вовсе не знает. Потому действительно, наверное, в целом, при правильном применении, при гибких руках и навыках, при грамотном использовании того же самого подствола, Кьюби-Зет, все-таки я считаю номер один. Но при этом 12-й Калаш остался совсем чуть-чуть. И, что очень важно, именно в огневом контакте, именно кто кого перепилит, Калашик чаще всего чуть-чуть, но лучше. Интересная точка зрения. А какая у тебя там секретная киберспортивная сборочка? Давай показывай. Вот это особо интересный разговор сборки. Я заметил, что, наверное, большинство ставят на Калашик мод на гашение отдачи. И тут я совершенно не понимаю, зачем. Моя сборка выглядит вот так. Здесь все самое нужное, все самое профитное и самое главное. С этой сборкой у Калаша 12-го отдача примерно такая же, как у Кьюби-Зет с модом легендарным на отдачу. Святые помидоры. Максимальная, сука, эффективность. Нет, ну в самом деле, Калаш реально никакой отдачей особой не обладает. Повышаешь темп стрельбы, повышаешь кучность, ставишь дальность. И он все еще контролируется прекрасно, великолепно. Примерно как Кьюби-Зет с модом на отдачу. Без шуток. Поэтому мод на отдачу на данный ствол я вам не советую. Реально, профита от него практически никакого нет. Вы и так эту отдачу особо не почувствуете. Пару мясорубок и все. Будет как родной. А что скажешь вообще про класс штурмовик после обновы? А вот это, Капитан Очевидность, дискуссия весьма глубокая. Это извечная проблема. Баланс инженера и штурмовика. И по моему мнению, на данный момент все-таки штурмовик немного начинает инженеру уступать. СТК уже СОСО Павляшвили, Кьюби-Зет и Калашик по телу пилят очень спорно. А у инженера тем временем подъехал обновленный Хани Бэтшер. Да с такими свойствами, что перед хоть в тело, хоть в голову великолепно. Более того, я думаю, не за горами уже у нас и новиночка для класса инженера. И что-то мне кажется, она будет похлеще даже нежели Хани Бэтшер. В то же самое время, Ихтарчик, собственно говоря, не дает во многих ситуациях штурмовику расслабиться. Вы скажете, Беретто. Но нет. Беретто это не то пальто. Исключительно с ультрамягкими технологиями может быть, но и то вряд ли. Поэтому штурмовик не стал как бы явным аутсайдером. Он все-таки хорош, он креп, какой-то годный класс, он нагибает без вопросов. Но тот штурмовик, который был до обновы, он все, его больше нет. Теперь все-таки штурмовик это класс весьма скиллозависимый. И стрелять надо стараться исключительно в голову. Инженер же вновь на коне. Пилив голову, пилив тело, все будет в целом хорошо. И думаю, кстати, по Хани Бэтшеру надо будет сделать в ближайшее время видео. Однако не будем отвлекаться. Отправимся, друзья, с вами на рейтинговые матчи. Возьмем калашик в руки и хорошенечко там понагибаем. Это типичный новичок в Warface. И сейчас произойдет неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Сигзауэр. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братишка. Warface тебя ждет. Желаю тебе удачи. Она понадобится. Благодарю, да. Понадобится. Удача вообще нужна. Что тебе, you got owned? Во всех сферах жизни. Запомни это. Спачина, мрачина. Благодарю, днарина. Там где-то, по-моему. Да, 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 иди сюда. Вот, другое дело. Братишка, скажи, пожалуйста, а почему у тебя в качестве брелока линейка? Кэп. Во-первых, это рулетка. Во-вторых, разговоры про линейки, ты же сам знаешь, тебе вот лучше не начинать. Кэпчик, ведь именно ты в итоге и не вывезешь этот базар. Все это знают, сука. Так что даже не начинай. Вот. Хэдшот. Да, нет, Ка, вот так вот. Судя по тому, что я вижу, по-моему, калаш даже лучше, чем Кьюби-Зет. Ну, нет, Кэп. Это такое, знаешь, впечатление, потому что нагибается. Ну, не особо-то и хуже. Плюс-минус то же самое. Вот, нагибчик. Вот так вот. Есть парафин, пошел. Пирамидские пирамиды, рыкутагин и гнет. Ха-ха, сука, напрашиваешься, да? Я тебя слышал, детка, да? Я знал, что ты здесь. Да, они, сука, здесь идут. Водитель по губам к месту назначения прибыл. Да, Кэп, ты меня начинаешь накалять, сука, реально. Типичная серогорбая мышь. Да, если это работает, то почему бы и нет, я так считаю. Есть что-то вот тут. Есть, детка! Да! Есть! Активирован протокол сьёбинга. Совершенно верно, сука. Дело сделали и давай в кусты. М-да. Это было. Нет! Ну почему так, сука, почему так глубоко-то, а? Пипец, повезло тут, сука. Прости, братан, но после такого везения ты был просто обязан висячку хряпнуть. Сука, Кэп, какую нахрен висячку чё ты несёшь, Гондония? Результаты, конечно, впечатляют, но мне кажется, это была маслочизация в одну калитку. Ну... Нужен более качественный тест. О, в какой-то степени да, маслочизация была капитальная. Поэтому мы наши тесты продолжаем. Самый хитрый, да, сука, жучара? Молодец, молодец, хорошо придумал. Ну чё, пацаны, заходить-то будем, нет? А сам очкует. Да, очкует, чё? Вот так вот, не зря очкую, но я результативен. Я уже минус одвал два. Я молодец. Вот так, минус три, детка, да. Да нет, стой, иди сюда. Ну блин, это несправедливо. Аккуратнее. Угу, согласен. Нагнуто. Чё-ничё. Сейчас оно вот. Вот он, попался, голубчик. Вот он, орёл, парящий в поисках добычи. Да, вот ты смеёшься, сука, я нагибаю тем временем. Ну, видел, минус один уже пошёл. Да ну, блин, пацаны, ну как вы так масло-чизировались-то, блин? Алё? Слишком стремительно. Блин, медицина ещё, гад, спрятался где-то. Вот он. Да, детка, да. Да ладно. Да. Подливый штачик. Сука. Блин, ты меня взбесил, гад. Давай. Да, согласен, немножко обосрался я со стрельбой. Да, сука, ну почему такой пот? Камсумир, детка. Боже. Я не знаю, на РМе какие-то боги играют сплошные. Жопа. Так, сука, встречайте папочку, деточку. Да. Да. Это что за гениальный мув? Это Кэпчик интуиция. Знаешь, надо вот, почему-то захотелось что-то сделать. Ни с того, ни с сего. Прям сильное желание. Прислушайся. Как правило, это позволяет как бы побеждать. Интуиция. Интуиция это сила. Говно твоя интуиция, Рокутагин, я тебе скажу. Сука. Да. Не знаю, я увольняюсь, но я увольняюсь, сука. Давно я так, сука, не потел на РМе. Как бы обычно, либо соснул, либо победил. А тут как-то оно прям на тоненького все идет. Ты меня бесишь. Вы меня, сука, все бесите. Я знаю, что вы там, вон где-то кто-то мелькнул, сука. Ух ты, блин, гад какой. Есть, прожарка успешна. Ты Рокутагин вообще отбитый с такими тактиками. Нормальные тактики, сука. Да блин, ну 5-5, надо что-то делать. Вот так, детка, да. Эффект неожиданности пошел. Я в шоке. Как же тебе везет сегодня. Да я сам в шоке, сука. Нет, ну ты реально прям подфартила, блин, нормаленько так. Блин, он самый потный, этот снайпер. Ну давай попробуем. Это здесь он должен быть. Есть, попался, наконец-то, блин. Тут Рокутагин, мое почтение. Запотел старый. Да, есть такое, стараемся. Было очень потно, конечно, что-то как-то... Но тем не менее, получилось. Замечательно. Даже 18 хэдшотов из 23 фрагов. Проверяйте. Сейчас этот рашер великий поймает на клык. Не надо. Опять, сука, ты за этот клык взялся. Что твоя Соса Павлиашвили, что клык, кстати. Ну ладно, сусой еще, ладно. Попадание на клык. Идиот. Я смотрю, тебя жизнь вообще ничему не учит. Я просто настойчивый, сука, я своего добьюсь. Вот и все. Так, и шот. Дабл килл, детка, видел? Это только начало, сука. Сейчас организуем. Поймем медик. Я не знал, что это медик, ребята. Да. Это было ожидаемо, братан. Дабл килл. Красава, братишка. Реально, как будто и не ты играешь. Сука, мудак. Я сейчас тебе второй тапок запишу, а потом еще что-нибудь потяжелее. Молчи, блин. Ой, йод, я по карте вижу. Да, детка, сука, филигранно отработано. Главный любитель дымов. Правильно делаю, сука. Все, что работает, надо применять, я так считаю. Где звук в этой игре? Поймана. Братан, может это и есть те самые новые звуки Варфейса? Мне кажется, да. Это они и есть капчик, по-любому. Какая хитрая. Ну, о, другое дело, блин. Поймана. Вес напугал. Сочно. И прочно. Заманчиво все это выглядит. Надо и правда взять, да протереть свой калашик от пыли. Ты начинаешь понимать, дорогой друг. Действительно, двенадцатый калаш показывает себя великолепно. Даже страшно представить, насколько мощным окажется Ханни Баджер. Скоро мы это узнаем. С вами был Иркутагин, капитан. Очевидность, прекрасный Варфейс. И действительно, прекрасный, легендарный, перерожденный АК-12. Магиб.